Приветствую! Постанова 560 изменена, правила получения отсрочки упрощены, а акт про догляд вообще отменили. Сейчас будем разбираться с этими вопросами подробнее. Мы с вами прекрасно знаем, что когда приняли постанову 560, многие из нас говорили о том, что она не соответствует закону. И вот потихоньку Кабинет Министров Украины начинает признавать это и вносит соответствующие изменения. Приводит эту постанову в соответствии с действующим законом о мобилизации. И вот 16 августа 2024 года Кабмин принял постанову 930. Сегодня, в понедельник 19 августа, текст этой постановы появился на сайте Кабинета Министров Украины. И сейчас мы с вами будем ее читать и разбираться, где же нам облегчили жизнь. Вот это постанова 930, и мы будем идти с самого начала и разбирать те вопросы, которые касаются отсрочки по догляду. И вот первое, что здесь предлагается, это добавить вот этот самый пункт 58 прим. Мы его весь читать не будем, мы будем читать самое главное, то, где происходит упрощение. Вот здесь. То есть, о чем речь идет? О том, что когда вы подаете на отсрочку по пункту 9, и это касается ваших родных первой степени родства, вам не нужно доказывать теперь отсутствие иных трудоспособных членов семьи. Потому что вот эти сколько уже три месяца, да, люди вынуждены были доказывать. Теперь все, не нужно доказывать, что нет других членов семьи. То есть, если, например, вы осуществляете уход за матерью, а есть еще сестра, которая трудоспособная, а не инвалид, которая тоже, в принципе, может осуществлять уход, то теперь в соответствии и с законом, и с постановой 560 у вас отсрочка будет. Идем дальше. Следующие два абзаца мы, в принципе, пропускаем. Почему? Потому что здесь принципиально нового ничего нет, за исключением следующего. Теперь новая форма заявы на отсрочку. Кстати, я уже вытащил этот бланк, разместил у себя в телеграм-канале, и по ссылочке в описании к этому видео вы можете перейти и бесплатно скачать новый бланк на получение отсрочки. Это новый образец, по которому теперь уже, вот с сегодняшнего дня, нужно будет подавать заявление на отсрочку. Поэтому эти абзацы мы пропускаем, здесь, повторюсь, принципиально новой информации нет. Третий абзац, речь идет о том, что ТЦК и ЭСП проверяют всю информацию, которую вы подаете в заявлении об отсрочке. Тоже читать не будем, нам не так это интересно. А вот что нам принципиально интересно, это пункт 61. Вот мы видим, что пункт 61 выкласты в такие редакции. То есть пункт 61 постановы 560 звучит по-новому. И вот самое главное изменение, которое мы видим, оно вот здесь. Оно вот здесь. Вот. А что здесь написано? Здесь написано, что військовозобовязані, які здійснюють постійний догляд за особами, визначеними у пунктах 9 и 14 ст. 23 закону про мобілізацию, та не отримают компенсації на догляд за ними, для розгляду питання надання им відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, звертаються за встановленням факту здійснення постійного догляду. Кто-то скажет, Олег, так там же в принципе так и было написано. Да, так и было написано. Главное вот что? Вот здесь по сути. Вот здесь 9 и 14. Отсюда удалили пункт 13. А это значит, что те люди, которые имеют родителей с инвалидностью первой либо второй группы, могут теперь получить отсрочку так, как это указано в законе, без акта встановлення факту здійснення догляду. Вы вдумайтесь! Наконец-то в этой части постанова КМУ 560 начала соответствовать закону. Ммм, какая большая радость у нас, да? Наконец-то постанова 560, постанова КМУ начала соответствовать закону. Спустя 3 месяца. Супер вообще. Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба, да? Вот теперь акт по догляду. Для получения отсрочки по пункту 13 не нужен. Просто не нужен. И в то же самое время они изменили додаток 5. И вот давайте его сейчас посмотрим еще. Напомню, что додаток 5 это тот додаток, где указан перечень документов, которые нужно подать по каждому пункту статьи 23 закона о мобилизации. И вот пункт 13. Пункт 13. Смотрите, что здесь подают? Батьки подают один из документов, который подтверждает инвалидность. То есть это пенсионная, это справка МСЭК и так далее. Заяву подают. Смотрите, вот здесь заяву. Ну, то есть заява про выбер, если есть несколько военнообязанных. Дальше, смотрите. Военнообязанный. Что он подает? Он подает документы, что подтверждает роды, незвязки, свидетельство про народжение. И все, нет никакого акта про догляд. Даже посмотрите, по пункту 13 для тех, кто имеет родителей, жены с инвалидностью первой либо второй группы, тоже нужно подтвердить лишь родственные связи, ну и естественно инвалидность. И нет акта. И, соответственно, ну вот здесь мы понимаем, да, как и раньше, нужно было подтвердить тот факт, что иные родственники не могут осуществлять уход. Не военнообязанные. И все. Акт не нужен. Редко бывают хорошие новости в плане законодательства о мобилизации в Украине. И я хочу еще раз зафиксировать для всех. По 13 пункту, части 1 статьи 23 закона о мобилизации, акт догляду теперь не нужен. Для того, чтобы получить отсрочку. Но и это еще не все. Я вам сейчас покажу еще один момент, где акт про догляд теперь тоже не нужен. А касается это пункта 9 статьи 23 закона о мобилизации, где мы говорим о чистом догляде. Здесь тоже теперь акт не нужен. И вот то, что вы сейчас видите на экране, это то, что касается додатка 9. Ведь этот текст будет в додатке 9. И это перечень тех документов, которые нужно подать для получения отсрочки по пункту 9. И вот мы теперь смотрим. Ну, как и раньше. Особа, яка потребуя догляду, она подает либо справку МСЭК с соответствующей записью, либо заключение ЛКК. А дальше смотрим. Вот здесь вот. Вот здесь вся суть сейчас будет. Для особи, яка зайнята постійным доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своими батьком чи матерью, документы, что подтверждают родинные связки, свидетельство про шлюб, свидетельство про народжение дитины, або свидетельство про народжение особи, яка здиснюю постійный догляд, и все, и нет акта про догляда. То есть, если человек осуществляет уход за ребенком, за женой, за своими родителями, акт про догляд не нужен, все, не нужен. А где он нужен по пункту 9? Ведь мы же вначале говорили, что по пункту 9 акт все-таки нужен. А нужен он вот здесь. Для тех, кто осуществляет уход за батьком чи матери дитины. Вот здесь нужно будет подавать акт. И это вот, смотрите, указано вот прямо, вот здесь указано, что акт подавать в этом случае нужно. Итак, подводим итоги. Теперь по пункту 9 не нужно подавать акт про догляд в том случае, если человек осуществляет уход за родителями своими, за ребенком своим, либо же за женой. В этих случаях достаточно только подтвердить родственные связи и подтвердить, соответственно, тот факт, что человек нуждается в уходе. И все. И еще есть хорошая новость для тех людей, которые оформляют отсрочку по пункту 14 статьи 23. В этом случае отменили заключение ЛКК о необходимости в постоянном уходе. То есть теперь, как и предполагалось законом, достаточно только лишь того факта, что у человека есть инвалидность первой либо второй группы, и вы осуществляете уход. При этом в этом случае акт про догляд получать нужно. Ну, если нет, у вас компенсации за осуществление ухода. А вот вы снова к ЛКК, повторюсь, в этой ситуации отменили. Друзья, вот такие новости. И еще раз вам напомню, что заявление на отсрочку, образец, я разместил у себя в телеграм-канале, ссылочка есть в описании к данному видео. Заявление на отсрочку, оно теперь по новому шаблону. Не забывайте об этом. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.